Перед выступлением, как и полагается, короткий саундчек. Трио «Эквадор Индианс» играет вживую, поэтому необходимо проверить все инструменты. Предпочитают быть со слушателями на одном уровне и из-за этого не поднимаются на сцену. Выступают на улице, говорят, их музыка связана с природой, следовательно, играть ее лучше на открытых площадках. В «Эквадор Индианс», несмотря на название, играет один гражданин Боливии – Луис Вильегас. Впрочем, участники коллектива, что называется «Одной крови», все трое являются представителями индейского племени Кечуа, наследников инков. Через творчество Трио пытается познакомить людей со своей культурой. Люди слушают и понимают, что мы хотим передавать историю нашей культуры. Это особенность звучания каждого инструмента. Луис Вильегас достаточно неплохо изъясняется по-русски. Причем, по его словам, язык он выучил в путешествиях, очень часто бывает в России. Впрочем, говорит, великие могучи знают во многих странах, особенно туристических. Словарный запас пополняет с помощью книг. Рассказывает, его пленил Толстой. Вояжи по России «Эквадориндианс» стараются проникнуться культурой регионов. Видели сибирскую зиму, были впечатлены тайгой. В Кузбассе уже пообщались с шорцами, нашли много общего. Например, все знаки, которые имеют коренные зрители, всегда означают движение, направление. Нигде вы не можете найти что-то торможное. Всегда это значит, что как они и мы, и наши народы Южной Америки, и здесь, всегда имеют воспитание и понимание, как должно идти человечество в жизни. Всегда впереди, без торможного в эволюционном процессе. Эти знаки на одежде и аксессуарах музыкантов. Народные и современные причудливо переплетаются не только в их внешнем виде, но и музыкальном оборудовании. Усилители, микрофоны, сабвуферы и тут же народные инструменты. Все музыкальные инструменты из природных материалов, никакой пластмассы и химии. Например, этот, называется чавча. Он сделан из ореховой скорлупы и служит для создания ритма в музыке. Есть инструменты из копыт ламы, из бычьей кожи и засушенной кукурузы. Все для создания природных звуков, дождя, грома, крика птиц. Публика такую необычную музыку принимает на ура, особенно дети. Говорят, малыши сразу чувствуют фальш, а тут танцуют и не хотят уходить. Наталья Тахмагашева, Дмитрий Шилов. Новости моего города.